В рамках дорожной карты оздоровления обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 2023-2025 годы в Уральском исправительном учреждении номер 28 состоялись культурное и спортивное мероприятие. По словам организаторов, такие собрания проводятся на постоянной основе с целью эффективной организации досуга и формирования положительных эмоций у осужденных. По поручению Генеральной прокуратуры и прокурора области состоялось спортивное и культурное мероприятие. В нем приняли участие местные музыканты и спортсмены. Среди осужденных были проведены игры по армрестлингу и волейболу. Цель мероприятия – оздоровление климата в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По словам специалистов, такие мероприятия положительно сказываются на осужденных. Во-первых, они проводят так свой досок. Во-вторых, это один из путей к исправлению. И путь домой, так как при выходе на условиям досрочного освобождения, либо замене меры наказания, это будет способствовать, один из плюсов будет для них. Также для условий содержания это является плюсом. Осужденные проявляли высокую активность на волейбольных соревнованиях. Также с восторгом аплодировали артистам, следя за их выступлением на концерте. Ну, это как саморазвитие в первую очередь. Потом для нас это какие-то как праздники. Мы отвлекаемся от будней жизни. Поднимается настроение. В исправительном учреждении номер 28 отбывает наказание 675 человек. Основное внимание уделяется занятости заключенных, которые получают стабильную заработную плату. На данный момент трудоустроены 192 осужденных. Трудоустройство необходимо для того, чтобы осужденные зарабатывали, гасили иски. В первую очередь государственные иски, потом потерпевшим. Поскольку при рассмотрении хозяйства обудоза МН, на освобождение досрочное, суд усматривает на то, чтобы осужденный был учреждением трудоустроен, имел облегченные условия, имел неоднократные поощрения и были погашены государственные иски. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Стоит отметить, что исправительному учреждению были вручены спортивные инвентарии и музыкальные устройства от Акимата города.